Музей-заповедник Горки Ленинский никогда не был обделен вниманием китайских туристов, но сегодня здесь гости особые. Более 30 бизнесменов из Китая приехали сюда, чтобы принять участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между музеем-заповедником и Союзом китайских предпринимателей в России. Руководитель организации Джоу Ли Цзюнь в числе прочего пообщался с представителями Ленинской торгово-промышленной палаты Владиславом Рымшей и Максимом Араповым. Мы еще сегодня встречались с правителями торгово-палаты региона, тоже хорошо говорили о том, что мы будем. Это музей как площадка, здесь претензация, найдем сотрудничество, проект. Администрация музея-заповедника поддерживает связи с Российским посольством Китайской Народной Республики. По сути, подписание соглашения о сотрудничестве – это очередной шаг в выстраивании долгосрочных отношений с китайскими партнерами. Он позволит совместно реализовывать различные социально-культурные проекты. Мы прекрасно понимаем, что деловое сотрудничество с Китаем – это большая перспектива и, наверное, очень большой интерес для многих предпринимателей, которые трудятся не только на земле Подмосковья, но и в Российской Федерации. Поэтому мы очень верим, что все это будет так, как мы задумали. После подписания соглашения гостей ждал небольшой концерт, в котором приняли участие китайские и российские исполнители. Среди выступающих перед высокими гостями был и воспитанник Горкинской детской школы искусств, лауреат российских и международных конкурсов «Самвел Артинян». Кроме этого, гостей ждала обширная культурная программа «Главное место», в которой занимала экскурсия по многочисленным объектам музея-заповедника. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.